контенту ради парни ну что всем привет мы четвертый день в архизе селенок уже маловато потому что три предыдущих дня были довольно таки активные и сейчас даже подъехав к месту разгрузки мне захотелось остаться в машине по технике сегодня у нас все довольно таки стандартно я на своем хаусе по-прежнему из новоделов у меня 34 рычаги от компании стс вот 10 к точке на гусеницы гусеницы кстати сама по себе очень печально поживает зацепов на не почти не осталось шутку я ее называю зацеп уже на ней 18 вот женя по-прежнему игорь с нами сегодня ездит вот на таком вот красавцы это turbo саммит turbo саммит а это эксперт или не эксперт а все эксперты все понял игорь тоже эксперт короче посмотрим что нам эти эксперты покажут вот поедем кататься и 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 хочется вам сказать один интересный такой лайфхак который вам сто процентов пригодится я думаю смотрите нашли макулы мой в инстаграме все видели это fxr carbon который меня впечатлилил своей легкости безумно легкий но смотрите train приехал представляете просто вот так приехал 509 очки с обогревом просто чуть не остались без батарейки поэтому смотрите внимательно за этим моментом и желательно резиночкой или знаете чем можно я думаю такая штука у которой липучка поняли да так как вот проводки заматывают к резиночке прикреплять батарейку типа страховки такой делать потому что иначе можно батарейку просто протерять обязательно это сделаю по приезду домой у меня почему-то никак мне не дается хаповер как это не обидно звучит если с трэнтри более-менее все понятно то с хаповера у меня какие-то пока не лады не могу я поймать момент когда перелететь надо на другую подногу в принципе чего сейчас вам покажу что получается еще не получается там правда ручеек внизу надеюсь сейчас не будем мы снимать автоматом не получится съемка тире катастрофы а а а Ребята, это сейчас как раз сразу после исполнения Галповера. Сейчас мы, знаете, что сделаем? Подоблюдаем за Женькой, куда он поедет. Он еще ранен и после своего исполнения рентри нога у него побаливает. Теорию я ему объяснил достаточно хорошо. Сейчас он постарается ее воплотить в практику. Вот здесь идеальное место для рентри. Сейчас будет кувырок, по-моему. Так, вверх он уже не пойдет. Это прям точно. Ой-ой-ой-ой, вообще опасно, вообще опасно, вообще опасно, вообще опасно. Это называется неконтролируемые траверсы. Тяжело очень идти по снегу. Ребята, и для вас это делаю, для вас, не для себя. Контенту ради. Да. Контенту ради матрикс в дереве рулем. Внизу ручей. Елки-палки. А он реально ручей. Вот он. Ну, конечно, ручей, я понимаю, прекрасно. Ну, слушай, назад мы его точно не поднимем уже. Не-не-не, придется вон поручи туда. Да, туда он ушарашить. А он прям, смотри, норка такая. А, понял, у тебя... У меня рулишь и держится. Руль держится. Иначе бы ты уже ушел, да? Да, я вон туда послился сейчас. Сейчас я покажу. Вот. Что ж такое? Всё отлично. Да, вон ручейок прям видно течет там. Ну, я думаю, тут не под一些 метров. Да, я думаю, метра два максимум. Ну, да. Он журчит. И мне, знаешь, кажется, как-будто в журчании его слышат слова Жеееееееняааас! Это не он, мне кажется, он журчит, а я немножко С mejver. Поджурчиваю,, да? Жень, ну, всё просто. Я говорю, сейчас резко сюда уходишь, открываешься там, возвращаешься обратно. Всё, ну, как сенсей сказал, так сейчас и сделаем. Всё. будет видно. Развернули мы чуть-чуть снегоход. Решили, что он пойдет не туда, а вот сюда, в этот прогадчик. Посмотрим сейчас, куда он поедет, по факту. Жень, газу резко! Резко газу! Газу дай сильно, сейчас дай газу, он жопу съедет вниз. Елки-палки, сейчас, по-моему, закопался он там. А, да, точно. Ну что, я иду за ним. Стой, не закапывай! Сейчас жопу поднимем и поедешь. Все, давай. Жень, только газ не сбрасывай. Газ не сбрасывай, ногу ближе поставь, левую ногу, ближе. Да, сюда, сюда. Ох! Выехать не выехал, а меня-то закидал! Да контент даже не видно. О, парни. Вот так помогай людям. Стой, не газуй! Я уйду отсюда. Есть! Вылетел из одной кочки. Ребят, хочу вам сказать, что Женя, кстати, не новичок. Он довольно-таки неплохо едет. Вот, но здесь просто, действительно, достаточно сложное место и снег довольно-таки сложный. Я думаю, что он в лоб не зайдет. Через хаповер! Через хаповер! Да, через хаповер! Стопроцентный вариант это таксирующий в глуши. Нет, будет через кадр. Я еще пока не сдался. С одной ногой, но не побежденный. Постойте. Красавчик! Вы слышите, что он говорит? Надеюсь, слышно. Очень амбициозные вещи. Мне прям нравится настрой этого парня. Ребят, на самом деле, классный отдых. Отдыхаем хорошо. Главное, чтобы сюда. Он не врюхался сейчас еще. Есть ручеек. Напомню, вон там дырочки. Я бы хотел вон туда уйти. Ну попробуй. Там мой снегоход только. Ну я опять сольюсь туда. Давай, пробуй что-нибудь уже. Сейчас ход в конек. Туда, а потом туда. Давай. Что-то идет не так, по-моему. Так, пойдем подниматься. Благо, я здесь уже укатал бетонат. Укатанный бетонат. Вот мой хаповерный склончик. Хаповерный склончик. Ближе я подходит, наверно, не буду. Он вперед, короче, разгон оттуда. И будет пытаться повторить заход. Ой-ой-ой! А-а-а! Да е-мое! не добил свое колено раненое что ж ну ты хорошо мягко десантировался отлично господи боже мой не оставляет никогда ключи в машине валер знает об этом он уедет и не ждать ребят ну вот такой уклон чтобы понимание было вот отсюда по-моему я нашел наконец ракурс который виден уклон вот такой уклон вообще всего происходящего можно сделать один вывод если вы тренируетесь на склончики выполнение каких-то элементов лучше для тренировок убирайте какую-то площадку где есть у такого плана склончик а внизу или площадка какая-то или болотина где вы можете спокойно свалиться вниз случае неудачи и там развернуться и так далее потому что это конечно для тренировок базовых навыков не очень хороший вариант потому что очень велика вероятность не исполнить элемент правильно и свалиться сюда чапыря вот я в себе немножко уже уверен поэтому позволяю себе такие активить же не просто поддался на искушение постойте тут опять две градации кто-то уверен а кто-то умеет он умеет я уверен в нашем тандеме так ли нет учимся учимся сейчас будем смотреть с вами что они дальше будет исполнять он явно заряжен на позитив вот начало хорошие и бежим с вами сюда скорее скорее не упустить кадры опять что-то пошло не так продолжение история матрикс наверху house чуть ниже внизу внизу находится клиент который заказал услугу трезвый водитель если долго-долго-долго-долго то может я и приду да Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У него большие перспективы, если выживет. Вряд ли выживет. Сейчас катаю в своем новом FXR. Полностью у меня комплект. Шлем FXR. Карбон. Представляете, от которого я прям кайфую. Вот перчаточки FXR, да? Комбезик FXR. Все полностью ботиночки. И вот смотрю, и тут бац, Игорь в ТОБе стоит. Как раз в таком ТОБе, в котором я откатал весь декабрь. Топовый. Ну топовый, да. Только у меня был не топовый у тебя с кевларом на коленях, а у меня мессер был без кевлара на коленях. Скажи, как тебе, Комбез? Я не изменяю этой марки. Вот как попробовал я два года назад, все, вот остановился. Чувствую мое. Слушай, даже добавить нечего. Да, очень короткая, лаконичная. Ну и, соответственно, Игорь, вот про Игоря хочу пару слов сказать. Я всем доволен. Ты сегодня в роли гида для Игоря. Сейчас он даст тебе оценку как гиду. А, как гида? Да. Игорь, вообще, на самом деле, я тебе сразу оценку дам. Молодец вообще, такой прям лезет везде. Не боится свой новый саммит поцарапать, на котором пробег еще, по-моему, обкатка еще, да? Ты видел фары какие-нибудь? Да, 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 такие прям глазницы. Как тебе покатушки с нами? Очень круто. Необычно, вот что-то новое, вот прям открываешь что-то новое вот с вашим заездом. Для себя в душе. А завтра он еще послевкусие на мышцах чувствует с нами. Ну, да или нет? Да. Отлично. Не, ребят, просто я почему такие вопросы задаю, чтобы вам понимать, понимание было. Основная масса, особенно вот я не хочу там как-то принизить БРП или что-то. Это офигенные аппараты, вот такие реально классные. Но владельцы БРП, как обычно, любят кататься по полянкам, зачастую с пассажиром. У них никогда ни одной царапинки на снике ходят. У них экипировочка такой, прям весь топчик, 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 топчик. Плюс ко всему еще и тоже без малейших затяжечек даже. Вот, иногда с пассажирами, я подчеркиваю. А вот Игорь, конечно, вот вообще другого, другого класса чел, конечно. С такими людьми реально приятно покататься, потому что они, ну, тебя самого толкают на какие-то новые познания. Не просто эндуро, это хард эндуро. Хард эндуро, да. Вот, у нас, короче, чаек, колбаска. У Жени, там, алкогольный коктейль. Да. Ну, допинг, надо принимать, чтобы едить с Валерой. Струя бавриная. Так, ну что, ребята, уже затемно, приехали мы на погрузку снегоходов. Я считаю, сегодня прекрасно покатались, спрошу парней, как впечатление. Все было шикарно. У меня это было прям открытие. Дебют открытия. У меня такое было открытие с ними в бедерыше. А тебя и засосет, и ты поедешь с нами в бедерыше. Кстати, да, я надеюсь, что Игорь к нам присоединится, и в бедерыше мы уже стартадем вместе. Ништяк. Так что вот так вот. Все, парни, приключения наши на сегодня окончены. Все, всем пока. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok